Итак, всем приветствуем на ТопК и мы продолжаем объединять деталью с нашим Гарибальди, новым, вторым. Если вы еще вдруг не подписаны, ребята, обязательно подписывайтесь, колокольчик, комментарии, лайки не забывайте оставить. И у нас на очереди юг. На самом деле я ожидаю, что будет не сложно. Здесь война будет, в принципе, с этими обоими державами одновременно, но мы определенно намного сильнее, даже сравнивать смешно. Так что, поехали. И нам нужно чуть-чуть буквально добычать, наверное, еще ребят, чтобы они все имели бафы, а не дебафы, ну или отсутствие бафов, скажем так. Здесь вот, и чуть-чуть, да, дополнять, ну это совсем немножко. И мы готовы будем. Ой, смотрите-ка, история, если быть точнее, сказка про некого Аосту, графа, я так понимаю. Смотрите-ка, мы можем сказать, что у нас есть больше дел, либо можем сказать, да, давайте оставим, собственно говоря, наследие Амадео и отправимся в Иберию. Блин, да, я действительно не против, мы еще и высадиться сможем без проблем. Давайте только закончим на внутреннем фронте и сразу полетим в Иберию. Вот, мы насобирали людей уже, видите, запас пошел. Плюс. Здесь доделаем ПТО и ДОПКУ, но это уже такое второстепенно у нас, потому что нам нужно уже есть. Авиация наша готовится. Флот у нас просто выходит, я думаю, вот сюда, оказывайте поддержку с моря, здесь будет чисто стоять. И вторая часть вот здесь вот. И по армии можем пойти вот сюда. Силу Дефенсформации, я так понимаю, это что-то типа ополчения нашего. Ольтериадская арматороса. Что не так плохо, а и вон там чё? Сейчас переделаем. Уход. Слева у нас чуть больше минуса Трифина. Чуть восстановления. В среднем бафы примерно одни и те же. Но вот здесь вот у нас есть эти вероелосипеды и бафы в города. Здесь у нас есть минус консапшен, который тут тоже, по-моему, был где-то. Хотя нет. В общем-то минус консапшен, чуть больше планирования, что очень сильно. Опыт получаемый. Минус, кстати говоря, населения. Но это на самом деле мы просто убираем баф, который сейчас есть, я так понимаю. И больше организации. Я думаю, всё-таки, конечно, надо идти в Красную армию. Однозначно. Да, вот видите, плюс 10 факторов населения. Так что да, мы туда идём. Тут, кстати говоря, тоже неплохие есть бафы. На самом деле, допустим, вот это вообще очень даже мощно. И там тоже потом должны быть в теории солидные бафы. Так, вот всегда обучали. Теперь точно готово. Я, как видите, всё-таки объединил, потому что вспомнил, что там на самом деле тоже есть флот, и не стоит его недооценивать. На самом-то деле, действительно не стоит. Так что да, не стесняемся, вкачиваем адмирала. И вот сюда его ставим. Если они нас найдут, мы будем готовы дать сдачи. Авиация, тем не менее, да, всё равно участвует, конечно. И подлоски, конечно, убираем, потому что, ну, в них смысла особо нет. Угуляем войны, подождём, вдруг они захотят нас атаковать. Они, кто бы мог подумать, не хотят нас атаковать. Мы можем видеть, кстати, вот сюда. А, это такая длинная оправка, просто получилось, окей. Атакуем и без проблем их пробиваем. Прелесть. Не Рима, Рим наш. Здесь с ребятами расправляемся. И начинаем тузовую атаку, так называемую. Эти ребята здесь просто стягивают. Точнее, это боем раздерывают их войска. Связывают, вот, правильное слово. Мы просто делаем формацию тузовой змей. И побеждаем. Без проблем. И я так понял, что это... А, делают ситуацию, я скажу так, интереснее, но, конечно, не смертельно опасно. Мы с этим справимся, абсолютно точно. Я просто не обратил внимания, что они нас тоже атаковали. Конечно, для нас это не представляет реальной угрозы. У нас армия большая, достаточно для всех одновременного угроз. Ну, и мы, конечно, просто сюда отправляем войска. Кстати, у них не прикрыты абсолютно туза, которые мы, конечно, занимаемся разом. Ну, вот так мы их окружаем. Тут тоже окружаем. Разбираемся здесь. А здесь ребята сейчас станут на позиции. Подберут планирование и тоже там добьют операцию. Я такой-то флот получил. Судя по всему, это флот Папа Римского, что неудивительно. Достаточно логично, что мы его как-то захватываем. А здесь сейчас перейдем в финальное наступление. Ну, и делаем здесь финальный рывок, сейчас расправимся и там. Здесь будет не так просто пересечь, но я думаю, пол сейчас подгоним и пересечем. Иван пал и с ним, пал и здесь вся республика. На юге здесь тоже сейчас пробьемся. Хоть и тут, да, вообще не хотят пробиваться, но мы с таким умеем работать. Ладно, что-то мне подсказывает, что нужно все-таки сделать какую-то рафловую садку. И было бы неловко. Да, да, окей, у нас есть возможность высадиться, отлично. Ну что, давайте пробуем высадиться. Францы на самом деле неплохие, так что действительно есть смысл. Это сделать. Там есть какие-то подлодки, но у нас здесь все прикрыто. Да, видите, пытаются нам что-то сделать, но не в этот раз. Это сюда, это сюда, это сюда. Чтобы там был побольше. Так. Наш флот, ну-ка, сюда. Сюда. Конечно, я сейчас топлю корабли, которые в теории должны потом стать моими. Но, что поделать. Мне, чтобы сделать их своими, надо, как говорится, в этой битве и победить. Я только единственное, не буду ее догонять. Ну и судя по всему, это работает. Сейчас еще вот здесь вот высоко-то едет. Конечно, потрепана немножко, но тем не менее. Я думаю, да, на силу, на силу пробьем. То есть это успели эти ребята уже отступить. Здесь, но нет, мы здесь забираем все. Венеция под нашим контролем. И. Отлично. Как я и говорил. Венеция для нас не сложна. Сюда и здесь уже, конечно, все супер просто. Там Германия немножко развалилась, но это нам крайне мало интересно на самом деле. Да, вон там, Республика Новая Африка, кстати говоря, победила. Редко развитие событий. Забираем мы сейчас полево. Парали, как вы можете видеть, исследую синтетику, потому что у нас проблемы с резиной и с топливом. Надо как-то их решать. И пока что это просто импорт. Потом надо, конечно, будет их строить начать уже. Благо, инфраструктура везде очень-очень к этому располагает. Так что обязательно застроимся. И война закончилась. Судя по всему, кстати, вот мы можем построить. Тут не то, что я хотела бы построить. Я хотела именно перерабатывающие построить. Да, Nokia. А, ну вот мы сможем попозже. Отлично. Что дальше у нас по плану, конечно же, Иберия. Делаем туда теперь. В праймере планы. Дальше посмотрим. Ну, в целом, как бы дальше, что будет, всем все понятно, я думаю. Ой, конечно же, я чуть не забыл. Объединить Италию. Придвигаем столицу в Рим. Прекрасно. И вот мы смогли объединиться. Добро пожаловать назад. Пойдем вот сюда. Экономическое чудо наше, итальянское. Можем еще вот это сделать. Прямо это, да, вот, против Италии, которая не существует, и против Австрии. Было бы неплохо, но пока что у нас есть кого атаковать. Так, мы начинаем какие-то велогонки, не знаю, тем, как мы остановили. Нашу Италию. И у нас тоже наследие Гарибальди. И уходы Гарибальди. Ага, смотрите, как мы можем дать ценовари на тот самый статус независимого города. И как бы, как это и было до этого. Либо оперировать. Я все-таки считаю, что Италия должна быть едино до конца, конечно, интегрируем. Ну что, мы полностью готовы к выстке. Призвать союзников можем вообще, но нам это не нужно. Готовим выстку. Делаем вот так. Кстати, у нас еще больше флота теперь имеется. Пускай действительно дочиниться. И я пока не буду присоединить, потому что у меня и так флот большой будет тратить много топлива, если вдруг кто-то поедет. Так что, да. И если у нас какая-то авиабаза, у нас авиабаза есть, но почти ничего не долетит. Долетит, тут долетит. Выстка есть. Достаточно неплохие шансы у нас на самом деле. Конечно же, сразу окружаем город Барселону. Еще и инженер успели к этому моменту подкачать. С этой стороны ребята тоже высадились. Также только единственное, надо вот так вот сделать, чтобы расширить, если что. Чтобы нас вот здесь вот не задушили. Плюс, чтобы мы успели дивизию кружить. Было бы, конечно, неплохо ее сразу и вайпнуть. Это всегда приятно. И Барселона наша прелесть. Что позволяет нам теперь туда войска закинуть? И я бы, наверное, не убирал отсюда войска. У нас вот эта армия формируется. Можем ли мы от национала убрать войска? Не уверен. Значит, наверное, давайте возьмем по чуть-чуть и оттуда, и оттуда. И этот генерал возглавит завоевание Испании. Служит Джузеппо. Мы верим в него. Его имя, как говорится, войдет также в историю восстановления нашей Италиянской империи. Что о латинском... Латинском объединении, смотрите-ка. Вон в Франции, Румынии. Мы получаем корки. Иоанн, все-таки союз пойдет. И можем идти оставить у нас, а можем полностью ее присоединить. Конечно, мы сделаем это именно так. И получаем себе новое название латинское, латинский союз. Я так понимаю, мы идем по пути Ритма. Я так понимаю, если мы в этот город, кстати говоря, выбьем, то, в принципе, интернационал здесь полностью проиграет в этот момент, что нас устроит. А еще мы можем отстрелять их вот в Валенсии, что тоже меня устроит. Я думаю, заставим сейчас их капитулировать. После чего объявим войну в следующей стране. То есть, ну, не будем объявлять сразу всем, чтобы все-таки чуть-чуть по границам было понятнее. Обычно наоборот, но в этом случае именно так. Да, ребята капитулируют. У нас вообще немного счета. Но что-то мы себе все равно успеем забрать. И, слушайте, ну, немало, немало я вам скажу. Даже более того, мы все ты-ты забираем. У меня очень забавляет, но ладно. И теперь вопрос, с кого мы хотим атаковать. Добить ли королистов, либо отправиться на королевство Испании. И я тут, ну, слушайте, вот сюда, да. Будем атаковать сильнейшего. И это становится прям больше, что меня, несомненно, радует. И мы могли бы еще одну армию сюда перебросить. И давайте это сделаем. Это будет очень опасный маневр. Но я верю, что французы сами не должны нас, по идее, атаковать. А с двумя армиями здесь будет точно проще. Да, у нас до штата делегация из Трансамура. Да, давайте, почему. Да, мы же отсюда получаем корки полностью со всего. Здесь в ПРОМ всех людей, все ресурсы. Это шикарно. И вот мы можем вот так вот посмотреть, я так понимаю, наши корки, верно? Нет, это клаймы. Но здесь кор. И здесь кор, ладно. Подожди, все-таки корки, да. То есть нормально. Причем вот это все еще почему-то не закорили. То, что я могу сказать, это ладно, наверное. И время нападать. Тоже союзников не призываем, чтобы нам не сломали ничего тут. Просто суперлегко проносим. И финальная судьба демократических обещаний. И у нас была идея идеальной республики. Настоящая свободная система прямой демократии. На всех уровнях Италии. Жесть. У нас пока все еще не было при этом выборов. Что могу сказать? Нам, конечно, придется дальше Гарибальди нести эту тяжелую ношу. Ведь нам теперь нужно восстановить наследие Латинского союза. А может и римское наследие. Кто еще, кроме Гарибальди, сможет нести такую ношу? Без особых проблем наши войска соправляются здесь со всеми, конечно же. Потому что они просто не ожидают таких сильных итальянцев. В мире не ожидают. А они есть. Невероятно для всего мира действительно. Да, все 2000 потеряли против 123. Но оно и видно, потому что они просто в окружении. Мы уверенно наступаем под авиацией. К тому же исход очень очевиден. И захватили и эту Испанию тоже. Наверное, кстати говоря, одним важным фактором, почему мы можем взять и вот так вот схавывать все, несмотря на то, что здесь воевали сто лет, является то, что это наши корки, наши коренные территории. А значит, мы можем из-за очень дешево брать. Наверное, именно это и нам помогает. Что здесь это клаймы, а у нас корки, что очень смешно, но такова жизнь, как говорится. Есть какая-то принц или федерейшн, которая делает на нас разбелья. Но почему? Видимо, это на доминион деле. Ну, я думаю, мы, конечно, уже идем сразу против австрийцев в нашем следующем фокусе. А эта армия, которая уже полностью готова, идет вот сюда. Конечно, она еще дотренируется, но она теперь занимает границу с Италией, чтобы не было там свободно. На нашей войска на позициях ждать особо больше нечего. Заканчиваем объединение почти что Иберия. Конечно, нам придется попозже и с Португрали что-то сделать, но пока что она служит нашим интересам, скажем так. Только не Антанта служит нашим интересам. И вот, закончили мы гражданскую войну в Испании нашей победой. Прекрасно. И у нас теперь есть выбор, пойти в Францию, пойти в Австрию, либо объявить войну себе. Ладно. Это вряд ли возможно в игровой механике. Так что выбора до 10 на 2, Франция, либо Австрия, решим мы в следующей серии. А с вами был Дублей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твижки, скрой, густе. Все как обычно и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,